Как груша попадает в бутылку со спиртным? На прилавках в виноводочных отделах иногда можно увидеть удивительное зрелище. Это бутылка со спирт-содержащим напитком, внутри которой плавает целый плод груши. Как же он туда попал? Многие думают, что плод укладывают на дно бутылки, а затем прикрепляют горлышко. Или же наоборот, каким-то хитрым изобретательным образом протискивают в узкое горлышко крупную грушу. А может быть бутылка с отделяемым дном? Или же это просто фокус и фрукт ненастоящий? Человек, не посвященный в эти тайны, часто теряется в догадках. Все гораздо проще, хотя сам процесс этого затейливого продукта достаточно долг и трудоемок. Груша помещается внутрь сосуда согласно рецепту, созданному итальянскими монахами в период застоя и упадка виноделия. Плоды самого рождения находятся внутри стеклянной бутылки. Этот долгий процесс оправдывает затраты, время и силы. Напитки выглядят экзотично, и на них спрос всегда отличается стабильностью. К тому же это имеет практическое значение. К примеру, некоторые ликеры изготавливаются именно из того сорта груш, плоды которых расположены внутри бутылки. Данный способ делает напиток более ярким и стойким, сохраняя аромат грушового дерева. Многие фермеры и садоводы применяют этот метод для создания сувениров или подарков для себя и своих друзей. Однако часто на этом они строят свой семейный бизнес. А теперь давайте посмотрим, как груша попадает внутрь бутылки с алкоголем. В саду выбирается дерево с маленькими, еще не созревшими плодами, способными пролезть с горлышка бутылки. Не отрывая их от ветки, груши помещают прямо в бутылку через горлышко. Бутылку жестко фиксируют и оставляют ее до тех пор, пока плод груши не созреет и не примет нужных размеров. После созревания плод отрезается прямо с веточкой и остается на дне бутылки. Его уже заливают алкоголем, упаковывают и вот оригинальный алкогольный напиток с цельным плодом внутри уже готов к употреблению. Этот маркетинговый ход является популярным не только с использованием плодов груши, яблока, либо других фруктов. Хотя, вне всякого сомнения, груши являются классическим и первоначальным вариантом. Существует целая масса алкогольных напитков, внутри бутылок с которыми присутствуют не только фрукты, но также связки душистых специй, острых перцев, орехов, целебных трав. Они призваны не только внешне дать понять о вкусе напитка, но и поддержать его насыщенный вкус и аромат, так как со временем все содержимое будет постепенно отдавать свой вкус алкоголю, делая своеобразную настойку. Но мне вот интересно, как потом эту грушу можно будет достать из пустой бутылки? Может кто знает? Напишите пожалуйста в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!